здравствуйте уважаемые садоводы чтобы подготовить малину к зиме нужно провести несколько процедур а именно обрезку подкормку и пригибание так вот обрезка проводится за три недели до морозов во время обрезки удаляются больные погоны двухлетние побеги которые более не дадут урожая или дадут но малой а также молодые слабые погоны что просто не смогут пережить зиму и поврежденные веточки и те что выбиваются из куста то есть неправильно растут а вот удобрение важный пункт вопросе о том как подготовить малину к зиме удобрение на зиму вносится всегда это важное правило но мнение экспертов о сроках внесения удобрения могут сильно отличаться первое что стоит отметить это тип удобрения после того как малина дала последний урожай ее обрезали на зиму удалили оставшуюся листву вносится калина фосфорные минеральные туки из органики можно выбрать компост и перегной иногда органические удобрения вносятся в виде мульчи под кусты они под перекопку такой метод предпочтительней в таком случае можно разрыхлить землю под кустами нести небольшое количество минеральных веществ смешивая их землей а затем поверх земли наложить 10 сантиметров перегноя компоста и торфа желательно убедиться что у мульчи нейтральная кислотность важно знать мульча не только бережет корни кустов от вымерзания но и также подпитывает растение удерживает влагу вот пригибание малины это важный процесс позволяющие уберечь кусты от мороза холода но не вредящий им первым делом необходимо связать кусты пучками чтобы погоны не путались между собой используется мягкая бечевка или куски материи то есть такой материал который не будет впиваться веточки и не повредит их теперь каждый куст по очереди пригибается к земле так чтобы его высота в подобном положении было не более 40 сантиметров для того чтобы кусты не распрямились их фиксируют для этого можно привязать их нижней части шпалеры или просто установить поверх широкую металлическую дугу палку или колыш случае если малина растет рядами ее просто привязывают к нижней части соседнего куста и так по очереди каждое растение следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях а также не забудьте заглянуть в описании под видео там вы найдете ссылочки на лучший садоводческий интернет магазин всего вам доброго